Друзья, всех приветствую. Сегодня мы на охотничьем биосфоне в Архангельске. Тут последние подготовки. Здесь штаб, пункт обогрева. Детям все бесплатно. Началась регистрация. А тут скоро будет большая кастрюля каши. Будет три команды взрослых, команда детская. Призы. Вот все придется регистрация. Охотников много. Так, моя задача сегодня наварить вот такой 25-литровый чан гречневой каши для обогрева народа. Выставлено две палатки берега, три. Процесс варки у меня прет. Первый раз варю кашу из 8-ми килограмм гречки. Регистрация подходит к концу. Народа все больше и больше. Есть и по морю даже. Ходники все красивые, со своими ружьями. 10-15, начнется старт. Старь будет проходить вон там. Сейчас Александр вам по поводу самого биатлона все расскажет по порядку. Касаемо активности, соответственно, палатка поискового специального отряда Север, соответственно, для детей. Квест будет, соответственно, это клуб боевого участка Северный Лог. Вот, соответственно, с активностями будет ездить для ребятин. Тем, кто погреться, та палатка, которая побольше, которая спичкой, да, соответственно, чай, кофе, бутерброды, все будет, соответственно, тоже там же внутри. Спасибо большое, что приехали. Итак, друзья, всем добрый день. Всех приветствую на нашем мероприятии. Всем огромное спасибо, что приехали. В этот год много новых, свежих лет. Надо поразить одну мишень. Дается два выстрела. Заряжать можете сразу же за две пули. Но, ребят, после того, как отстрелялись, будет у нас, скажем, человек, который фиксирует ваши результаты, должны ему показать либо пустой затвор, да, кто с пятизарядками, либо пустые стволы, кто с двухстволками. Давайте, потому что безопасность у нас прежде всего, поэтому к этому вопросу отнеситесь очень ответственно. Заряжаем только на самом, непосредственно на самом огневом рубеже, отстрелялись, ружье разрядили, двигаемся дальше. Попали с двух раз одну мишень, то бежите дальше. Если не попали, рядом штрафной круг, вам подскажут, если что. Штрафной круг 150 метров. Если не попали, бежите в штрафной круг, и он выходит прямо на трассу, бежите дальше по трассе. Получается два круга, два огневых рубежа. После того, как вы финишировали, да, будут дополнительные стрельбы по тарелочкам, имитирующие вылетка, хотя сейчас лунки. То бежит, это уже без учета времени. Вы сюда прибежали, финиш ваш прошел, можете отдохнуть, отдышаться, и потом будем натирать организованную группу. Несколько человек пробежали и пошли, постреляли по тарелочке. Поэтому финишировали, не надо бежать сразу на тарелочке. Отдышитесь, отдохните, если потом стоите, постреляйте. В этом спешки нет. Так, что еще? По тарелочкам. По тарелочкам стреляем. Даем два выстрела, две тарелки. Каждая пораженная тарелка убавляется времени 30 секунд. То бишь, если вы взбегали образно на 10 минут, поразили обе тарелки, то ваше время 9 минут. Всем понятно? Так. Длина трассы какая? Длина трассы. 3200. Вся. То бишь, круг 1,6 кг. А, да, еще убедительная просьба. Когда вы будете выходить на огневой рубеж, подбегая на огневой рубеж, называйте громко свой номер. Потому что когда бежите, у кого-то номерки загибаются и не всегда есть возможность фиксировать результат. И финишировать, когда будете, тоже громко назовите, пожалуйста, свой номер. Хорошо? Я думаю, что в этом никаких сложностей нет. Ну и так, всем удачи, успехов. Ну и я по традиции люблю говорить, не гонитесь за результатом, а пейфаните от самого мероприятия. Давайте, всем ни пуха ни пера. Хочу добавлять. Все, убегите. Ну, тоже скажу от себя, что удачи. Вопрос к организаторам. Будем объявлять номер. Старк с скоростью в минуту, да? Не забываем про охотничьи костюмы и мастер-латы. Это обязательно требование для участия. Пошли в первую квартиру. Двадцать седьмой номер. Участник с номером двадцать семь. Вести по морю. Бегает по пять человек. Пятерки три уже убежало по ходу. Думаю, совсем скоро мы услышим выстрел. Там где-то дальше будет змейка, карьер. Трасса приближенная. Настоящая охота. Зазвучали выстрелы. И включили музыку. Парни-охотники все еще ходят. И еще собираются следующие партии. Ну, в общем, ребята, получилась вот такая скучь. Двадцать пять литров котел. Вкусняшка. Ну, и поставили еще чайничек на костре. Так-то. Был большой кулер двадцати пяти литровый. Чай заваривали в пакетиках. Подошел малоходой охотник. И сказал, что чай на костре это не чай из кулера. Так что поставили еще такой чайничек. Кто еще на кашу? Пол котла зазвали. Вот. Развлечения катают на банане детишек бесплатно. Вот тут рядом поисковый отряд Север проводит какой-то квест для детей. Детский квест подошел к концу. За подарками они ушли в палатку. Паркетика. 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 Они сейчас расскажут про нововведения в мире охоты с 1 марта, которые у нас действуют. Ну и ответят на некоторые ваши вопросы из этой сферы. Если кому-то интересно, можете задать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы представители министерства, отдела охраны и использования объектов животного мира и от лица министра хотим вас приветствовать на данных соревнованиях. Поблагодарить вас за участие, поблагодарить организаторов за столь значимое в охотничьем сообществе мероприятие. Пожелать удачи на охотничьей тропе, удачи в жизни и больше позитивного настроения. В свою очередь мы хотели бы объявить о нововведениях в правилах охоты в федеральном законодательстве. Их не так много, но всем ознакомиться было бы любопытно. Вот, с вашего позволения, у меня тут шпаргалочка есть. Приказ Минприроды Российской Федерации номер 477 от 24.07.20 года в редакции от декабря 2022 года. Так у нас высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, губернатор, определяет виды разрешенной охоты, а в случаях предусмотренных настоящими правилами определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты и иные ограничения, за исключением использования охотничьего оружия и увеличения срока указанных в федеральных правилах. Да, многие охотники задают вопрос, почему мы на уровне параметров охоты областных не ограничиваем оружие. Так нам еще в 2012 году Антон Берсенев, это директор департамента, уведомил, что все ограничения, связанные с оружием с огнестрельным, это не права субъектов. Поэтому в настоящее время все ограничения по оружию формируются в рамках полномочий Министерства природных ресурсов Российской Федерации и законодательством об оружии. Вот, из таких значимых нововведений, да, которые хотелось бы объявить, это, как вы знаете, в последнее время дополнения были по подсадной утке. Если наши параметры охоты определяют сроки с 20 апреля по 20 мая, так законодатель урегулировал вопрос по подсадной утке, так сейчас с одной подсадной уткой могут охотиться не более двух охотников. Также в настоящее время мы прорабатываем вопрос по участкам охоты. С Минприроды пришли пояснения по данному вопросу и, надеемся, у нас все получится и будем участки охоты определять без согласования. Раньше, например, данная процедура затягивалась вплоть до трех месяцев и это было для области очень неудобно. Таким образом, сейчас мы можем участки охоты какие-то добавлять, убавлять на уровне субъекта уже. Да, по весенней охоте. Так, ну вот это основные нововведения. При осуществлении охоты с метательным стрелковым оружием, не имеющим механизма фиксации упругих элементов напряженного состояния, это лук. Сроки охоты на копытных медведей и пушных животных могут устанавливаться на две недели раньше сроков охоты, указанных в приложении правил охоты Российской Федерации. Приложениями 2 и 3 правилам и в соответствии с решением, принятым высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации при определении ограничения охоты. Охота на медведей осуществляется в сроке, указанной в приложении 2 к правилам охоты и предусмотренной пунктом 31 правил. Высшим должностным лицом субъектом Федерации могут вводиться ограничения по срокам охоты на медведей в соответствующих охотничьих угодьях в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона об охоте. Любительская и спортивная охота на волка, шакала, лисица и нитовидную собаку осуществляется в сроке охоты, указанной в приложении 3. Правилам также при осуществлении охоты на любой вид охоты животных при наличии разрешения на пушных животных и сведения, добываемые об охотничьих ресурсах, указаны волк, шакала, лисица и нитовидная собака. Да, многих охотников поступают вопросы, можно ли производить охоту в настоящее время на волка. Да, действительно, эта охота возможна, если прописан волк в соответствующем разрешении. Мы помним о вас, ребята. Мы помним и ночью и днём, когда вы сны, солдаты, прозите врага огнём. Когда улыбается смерти и страху на берегу, вы верите в победу ветер, всегда обращаясь в зону. Не смогли мы перезаправшись в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону, все начало на нашей слухой. Наши деды сражались в зону, не смогли мы пройти в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону, не смогли мы пройти в зону. Наши деды сражались в зону. Наши деды сражались в зону. Могу сказать, что разница в секундах между третьим и четвертым местом составила 3 секунды. Итак, четвертое место в личном первенстве. Я с четвертым, потому что человек должен понимать все равно, к чему стремиться. Точнее, чего он может быть чуть-чуть упустил. Номер 49, Яковлев Николай. Соответственно, ему не хватило 3 секунды, которые, скажем так, каждый знает, на каком этапе он не добрал. Итак, а теперь к призёры. Третье место в личном первенстве занимает Лукашонок Игорь. Ура! И получает ценные призы от партнёров фестиваля. Ура! Сейчас Росканск. Ура! Уногородние! Вот не надо, нахер, сейчас начинать про иногородние. Все были в равных условиях. Трасса была достаточно сложная. И судя по стрельбе и по стрельбе по тарелочкам, она далеко не всех налазит. Если я правильно понял, по тарелочкам всего один участник, два участника, которые закрыли работу тарелочки. Поэтому шансы были у всех, как минимум, минусовать всего 30 секунд. Поэтому военнагородних не надо. Второе место занимает Волокитин Павел. Время называйте. Время называйте. Так, чтобы было понятно. Четвертое место было 17-24. Третье место 17-21. Второе место 16. Ровно. И победителем в личном первенстве охотничьего отклона 20-23 становится Кушков Иван с результатом 15-25. Наше поздравление к победителю. Человек первый раз участвует. И теперь команда. У нас участвовало 6 команд. Соответственно, третье место, опять же, в упорной борьбе. Чтоб все понимали, да? Результат четвертого места суммарно, да? 67-53. Результат третьего места 67-36. То бишь на проект там сколько получается? 13-17 секунд. Решили разницу между третьим и четвертым местом. Итак, третье место занимает команда Поморский Витязь. Ура! Аудисьменты. Ну ехали. Люди старались, бегали. Как могли. Второе место с результатом 55-03 занимает команда Барса. Аплодисменты. 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 Что-то в вашем бизнесе уперли, мне. Ха-ха. И первое место в командном турнире. Охотничьи Петлон 20-23. С результатом 51-36. Ну да, да, да. Не с таким результатом, как в прошлом году, но, тем не менее, занимает команда Великого Устяга. Ребята второй год подряд выигрывают командную гонку. Дай Бог. Соответственно. Но все остальные участники в этом году оказали достаточно серьезную конкуренцию, потому что в прошлый год был выигран в одну калитку. Ну а всем остальным я могу пожелать. Коллеги, может, соберемся уже? Не важно, кто как бежит. Главное, что кто как судит. Вот начинаете. Коллеги, от себя скажу. Большое спасибо всем, кто приехал. Реально, вы большие молодцы. Все, кто выступил. Особенно хочется отметить команду легавр Северной Двины. Это самая опытная, назову так, потому что язык не поворачивается называть самые взрослые, самые старые и так далее. Это самая опытная команда, которая показывает, которая говорит подряд о том, что... Ну, ребята, в общем, вот так закончился геозлончик. Хотел я там повыступать в качестве лыжника, охотника. Но выступил по-другому. Покормил людей вкусной кашей. В общем, всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много интересного.